сегодня у нас веселенькая 185 шел себе человек спокойно по улице никого не трогал видит полицейские винтят там каких-то иностранцев но включил камеру начал фиксировать что из этого получилось давайте посмотрим больные на голову больные вот это полиция да да боже из-за бумажки надо человека да 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 хорош вы его сами запихнули вы его вы его сами запихнули в машину вы идиоты вы идиоты вы реально ты ты быдла быдла девушка девушка нарушают нарушают вот это не проблема а у вас будет не проблема что вы его с ними так и сделали у вас будет большая проблема а кто нападает никто никто не нападает никто не нападает никто не нападает это ты проблема блин вы проблема блять придурки блять никто не нападал ребята ним не нападал никто никто не нападал до порвался случайно до во время какую машину хорошо хорошо машину да 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 конечно конечно есть никто машину не залазил никто а вы в машине должны писать постанову вы дает бы постанову должны в машине писать все на видео есть вы не в машине должны писать постанову вообще-то а винный был затриман и ребята и и вообще почему они их остановили на кругу это вообще беспредел вы больные ребята честно у меня есть все на видео ладно хорошо инспектор патрульной службы гордичи ваши документы ваши будь ласка можно находиться на месте вчинения правопорушения можно ваши я свои не не повинен носить с собой у нас не паспортный режим если вы перебываете перебываете в месте скояния правопорушения то я могу право вимагать от вас ваши документы а если у меня их нема если у вас не будет отсутствием и мне нужно будет то мы прийдемо на ревидео будем установлять вашего смысла ну да будь ласка я могу проехать с вами не снимаем ну добре я вам даю ознайомок я вам даю ознайомок я вам даю ознайомок я вам даю ознайомок я зрозуміло что вам потребно мене звати Вадим Вадим мене звати я не я не зобовязаний представлятися вам не не зобовязаний я просто громадянин я не не зобовязаний я за я вот сейчас фиксую ваше правопорушення все да ви не можете мені заборонять так так я вам предоставлюся мене Вадим звати будите затримані доставлені в ревиде я скажу мене звати Вадим я встановлю ваші данная я здесь я Unde вы живете мы проживаете где вы живете я остаемся в месте с arma правопорушиня specific родственникаll очень хорошо обеспечен deferral done Ready ale va diili врачей pure сacı врачей's Вы выясняете, что хотите, вы выясняете, что хотите, вы выясняете. Я представлюсь, меня зовут Вадим Миколаевич. Пройдемте, проедемо в рейвидео, выяснимо ваши личные данные, установим. Будем разговаривать нормально. Если вы хотите нормально разговаривать, тогда придется вас обмежить в ваших правах. Я вас обмежу в ваших правах, мы приедемо в рейвидео. Можете меня обмежать в рейвидео? Я этого не хочу делать, но вы своими действиями мучаете меня до этого. Какими действиями? Я стою, никого не чипаю. Я вам представлюсь, что вы за Вадим. Мне нужна ваша фамилия, я побатю. А почему? И квартира моя нужна. Я повторяю, во-первых, если вы не будете сотрудничать с нами, тогда придется просто вас использовать физическую силу. А, физическую силу? Давайте. Если вы самостоятельно не хотите... Застосовывайте. Я не обязан вам представить свои документы, потому что я... Вы хотите просто немного неприемности для себя, я так понимаю? Нет, не хочу. Я тут гуляю просто. А я вам объясню. И что я порушу? И вас затримано просто. За что? За что вы не затримано? За что вы обмежуете меня в пересуванне? Я? Я вас в пересуванне не обмежу. Я сейчас стою з вами, спілкуюсь. Ну, а хотите за что? По-перше. Потому что вы не представляете. Я... Мене звати Вадим. А зобовязан? Забовязан? У нас паспортный режим? Зобовязан. Тут не паспортный режим, тут місто вчинение правопорушений. Ну, так и что... Я порушник? Я буду рахувати ці відмови. Я порушник? Я порушник? Я порушник? Я порушник? Ні. Я вам поясню. Я не порушник. Я вам нормально поясню? Так. Нормально. Так. Что вам не зробит? Я порушник. Я останній раз поведен. Мене звати Вадим Миколайович. Представляйтесь нормально. Мені цього недостатньо. Це недостатньо даних, щоб встановити вашу услугу. Я не зобовязаний його мати. Ви знаєте свою фамілію, своє ім'я, і побачу. А, вам хорошо. Знаєте число місяць, рік народження, коли ви народилися. Знаю! Я не зобовязаний вам його казати. Я встановлю вашу услугу, хто ви такий, що ви тут в цьому даному місці. Гуляю тут. Прогулююсь просто. Ну, тоді придется вас затримати. Ну, затримайте, добре. Давайте, затримайте. Або нормально приїдете з нами в райвіді, для встановлення даних. Або я до вас в физичную силу застосую. А, фізичну силу до мене? Застосовуйте. Да, і ми приїдемо в райвіді в окайданні. Давайте. Так? Що так? Ну, я вам повязаю. Я кажу, я тут стою. Я нікого не чіпаю. Нікого не чіпаю. Нікого не чіпаю. Зататиш телефону. В итоге полицейский гордячук Андрей Владимирович, следует запомнить его, применил физическую силу к человеку, разбил ему телефон, задержал его, увез в райотдел и заставил на него протокол по статье 185, а именно злостное неповиновение. Да, ну, опять, ну, насколько оно было злостное, вы видели, то есть человек изо всех сил говорил, давайте, давайте, можете задерживать, ну, то есть ввел себя очень злостно, прям, там, я не знаю, чины в опер, ну, ладно, шутки шутками. Составил на него 185-ю, и в графе, где написано должно быть, где должен быть написан состав правонарушения, вот полицейский этот гордячук пишет, что такого-то числа, такое-то время, вот такой-то гражданин. То есть за непредъявление документов на него полицейский составил 185-ю. Это, конечно, идиотизм просто в высшей степени. Статья 32-я закона нацполиции действительно предполагает, что полицейский может проверить документы, если человек находится на месте правонарушения. Но это право не есть самостоятельным, оно не есть правом, ну, как бы, само в себе. Потому что есть еще и некие причины, по которым полицейский должен проверить, и цель. То есть просто так проверить документы, ну, вот хочу проверил, нет. То есть проверка документов, это у нас превентивная мера. И, соответственно, все превентивные меры регулируются еще отдельными статьями, да, такими как 29, 30, 31 закон о нацполиции. Так вот, в этих статьях вы можете четко прочитать, что во время проведения применения превентивных мер полицейский обязан сообщить причину. Ну, причин он не назвал, потому что, ну, нет у него никакой причины. Вот ему написано в 32-е, что он может проверить, вот он и проверяет. Ну, просто, я не знаю, каким-то ругательным словом хочется назвать этого полицейского. Ну, короче, необразованный полицейский, который не знает законов, назовем его так. Поэтому он-то может проверить, но для этого у него должна быть причина конкретная, а не просто так. И вторая важная деталь, что полицейский может проверять документы только лишь с целью выполнения своих служебных полномочий. Какие конкретно полномочия исполнял полицейский в данный момент, непонятно. То есть он просто потребовал предъявить документы, человек их не предъявил, при этом он еще говорил, что у меня их просто нет. И за это получил 185-ю, задержание, наручники, райотдел и разбитый телефон. Скоро суд. И после суда, если человек будет согласен с данными, я думаю, мы напишем заявление в прокуратуру по факту незаконного задержания. Ну и дальше полицейский Гордичук Андрей Владимирович будет уже объяснять в прокуратуре, с какой целью он задерживал человека, который ничего не нарушал. Есть у нас такая хорошая статья в Уголовном кодексе, как «Заведомо незаконное задержание». А из данного протокола как раз данный состав уголовного правонарушения и есть в действиях полицейского Гордичука. На этом все. Пока.